Вот первая из этих книг, я не знаю, вам кто-то даже и знает, она называется книга Виктора Петровановича Острецова, она называется «Масонство, культура и русская история». Кто-нибудь знаком с этой книгой? Из присутствующих займов? Острецов, слышали за книгу того, Острецов? «Масонство, культура и русская история». Никогда не слышали такое название даже? «Масонство, культура и русская история». Но не видели. Эта книга два раза была из-за того, что я... У меня даже было два издания, двух раз издания. Одну 99-го, другую, другую 2004. Вот это издание 2004-го года, я его здесь купил в академии, сейчас уже нет этих книг. Но интересно, что если я жил в Испании, я купил два издания, а вы слышали эти, не слышали даже никогда. Ну вот, эта книга, с моим лучшим зрением, это лучшая книга за последние 90 лет, очень безумно, здесь, в России. За последние 90 лет. И я вам очень сильно рекомендую купить самую исключительную инвентацию, но в интернете она есть. Поэтому, если в интернете вы в поисковой любой системе введете Острецов и название для книги, я предлагаю себе записать тоже, полагаться на память. Масонство, культура и русская история. Здесь шахматисты с хорошей памятью. Да? Я просто, я вам зачитаю, здесь про шарный реку даже про наш, немножко написано. Хотя, конечно, я жалую книгу. Посмотришь, что написано про шарный реку здесь. Ну, речь идет здесь о 19-м времени. Ну, если мы примем внимание, что вся лучшая бюрократия формировалась на основе уже сложившихся в давние времена масонских связь, то вряд ли наше предположение будет необоснованным смыслом. Масонство, как организация, воплощающая идеи либерализма, прогресса и прочее, прочее, будут из-за кулисной силы, о которой на нем рассказал Чучер и о которой говорил граф Инатьев. Это он пишет о докладной записке Инатьева Александра III. Но оно может нам объяснить множество самых странных явлений эпохи царства Александра II. В том числе, например, членство в одной организации «Народические революционные» такие близкие, как генерал-губернатор Петербурга Суворов и Чернышевский. Или смысл существования шарного клуба, который включал в себя в имя представителей журналистики и писательского дела. Все они входили в клуб, где в шарный не играли, а собирались исключительно по ночам. «Как считают некоторые исследователи, именно в недрах этого так называемого шарного клуба не существовала проводящая организация «Земля и боли». И удивительно, до сих пор ничего ясного ни об этом клубе, ни о существе организации «Земля и боли» неизвестно. Это то, что написано вот о шарном чугулинском клубе в этом книге. Очень короткий фрагмент, но книга очень интересная. Книга, с моей души зрения, генеральная. То есть это человек, который сумел подняться очень высоко в смысле истории нашей русской истории. И я всем это рекомендую. То есть это кроме пользы ничего не будет никому. В принципе, даже этим можно было бы порекомендовать. Когда родители не знают, что думают, что у вас в основании придут и спросят «Мама» или «Папа». Почему такого не дружат, да? А этот клуб разве этот? Конечно нет. Да, а этот? Как? А Чегорин когда родился-то? А Чегорин когда родился-то? Ну он же назад был просто. Он же здесь же был этот клуб. Он же открыт этот клуб когда? В 30-х годах. В 30-х годах? В 20-х годах? В 20-х века, да. Ну тогда прошу прощения. Тогда это просто другой клуб, ну просто шапотный клуб, который был тогда. Вторая книга, которой у меня, к сожалению, нет. Это книга Ивана Упьяновича Солоневича. Знакома вам такая. Она называется «Россия в Кунславе». Не слышали никогда такого названия? Не слышали, конечно. Солоневич. Иван Упьянович Солоневич. Ты, кстати, известный очень автор из эмигрантов Евгрутов. Он очень интересный судьбой человек. Да? Он был одно время руководителем Всесоюза и шапотной секции. То есть чем-то уже к шапотам имеющие отношения? Иван Упьянович Солоневич. Иван Упьянович Солоневич. Иван Упьянович Солоневич. Один из лучших авторов. В 36-м году эта книга была известна. Шахматная фамилия. Шахматная фамилия. А, и шахмат. То есть он имел отношение к шахматам. Даже он проводил шахмат без секции профсоюза. Он иммигрировал в 34-м году. В 34-м году. И в 36-м году в Софии вышла книга. Она сейчас издана тоже. Она издана. Есть эта книга. Но просто обычные книги они сразу разрубаются и в трудно очень достать. Но в интернете все есть. Известная книга. Из его книгу написала очень много. На мой взгляд, одна из, может быть, лучших. Потому что очень сильно написано на личном опыте. И его, собственно, судьба написала. То есть, мне кажется, две книги. Это обязанность каждого человека вообще, кто живет в России. Эти книги прочитать. Название второй книги. А? Название второй книги. Называется «Россия под слагом». 36-й год. Какова основная идея книги. Ну, написывает. Ну, вот книга Стрецова. Она как раз вот религиозного содержания. Показывает, показывает влияние масонства на подготовку событий и революции 17-го года. И то, что, в общем, потом случилось. То, что мы знаем, что, в общем, у него какие последствия для страны. А Солоневич уже описывает эти самые последствия. То есть, он поскольку сам провел в Митслагере несколько месяцев. Его брат важный был в Митслагере. Сын был. Они все бежали, все втроют. То есть, это, в общем, история совершенно детективная. Но эти два автора, они, на мой взгляд, совершенно выдающиеся. Острецов И. Солоневич. Вот теперь мы можем перейти к вопросу религиозных взглядов.